ну что всем привет я снова на связи сейчас я вам покажу гармин свой gps навигатор в действии самом настоящем действии вот гармин 760 дизел дизел 760 л.м. если точнее быть вот громкоговоритель кнопка включения сюда питание и так далее можно не питание флешка и для компьютера подсоединение ну и все теперь просто его ставим кстати здесь аккумуляторы есть тоже можно с ним ходить так ну недолго но можно так что ставим и едем выглядеть будет примерно вот так раз очень легко ставится для камеры сейчас чисто так подрегулирую вот так вот так и поедем сейчас я вам покажу как он будет работать в действии так сейчас только настрою чтобы вам лучше было видеть вот заводим машину он включается автоматически единственное что у меня я не знаю приходится в много раз на кнопки здесь и нажимать на сейчас почему-то один раз вот я здесь отметил сейчас точку типа финн парк и нашему фишки это типа маленькая парковочка но здесь можно рыбу половить вот я так себе отвечаю там финн швейд нор и так далее сейчас чтобы было ясно я сначала поставлю маршрут вот это исходная страничка здесь и ля-ля-ля-ля выборы и так далее а ну самое прикольное еще это же звуковой гпс то есть если сказать голосовое управление видите он включается вниз 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 и здесь можно яркость сейчас что-то плохо слышит яркость вот например 0 видите 0 сколько там было 70 выход но 80 почему ну ладно это без разницы нет голосовое управление яркость 70 выход а то будет трудновато ездить ну вот поиск выбираем здесь как всегда везде у меня вот главное все выведено на главный экран это типа паром и здесь мои базы типа мы едем домой начинаем новый маршрут и едем сейчас он рассчитает быстро довольно таки быстро рассчитывает очень нравится нам осталось 272 километра до прибытия 3 часа 31 минута ну и как раз рассчитал так сейчас отдыхал 45 минут и как раз сейчас за один раз доедем до базы ну вот приедем в 1949 но это мы посмотрим потому что довольно таки очень точно показывает время ну что поехали посмотрим посмотрите как он показывает какое-то движение мощное столько машин постоянно ездит надеюсь вам гпс нормально видно поэтому все будет классно мне машину почти не видит продолжайте двигаться по маршруту за дерево ну вот вот мы поехали теперь до первого поворота показывает 13 километров будет круговая нам круговую пересечь прямо надо будет так впереди сразу же горочка сейчас мы находим филе находимся филляндии филляндии дороги не очень сложные но мало автобанов мы сегодня и автобан то и не будем ездить скажем так сейчас я груженые двадцать девять тонн вот посмотрим между прочим он показывает еще возвышенности тоже не возвышенности наклон подъема скажем так здесь можно выставлять здесь четыре раз два три четыре их можно менять все но я себе поставил такие мне очень удобно вот это подходит другого мне ничего не надо абсолютно все устраивает вот например есть такая фишка но скажем так не то что кому то конечно пригодится но я сейчас уже не пользуюсь летом можно будет попользоваться когда пробки большие а здесь скандинавии бывают пробки по 20 километров особенно в норвегии там после поэтому можно просто сейчас разберемся например сделать так сказать голосовое управление и сказать просто объезд и он рассчитает и он рассчитает снова дорогу видите рассчитывает то есть он сейчас рассчитает вот этот объезд где мы в данный момент находимся какой-нибудь другой путь при возможности развернитесь голосовое управление объезд но это мы сейчас снова в исходное положение возвращаемся второй раз говорим продолжайте двигаться по маршруту то есть это голосовое управление очень удобно если у вас он находится прикреплен скажем на стекле на лобовом то есть рукой не дотянуть до кнопок и вот можно голосом управлять правда города все это только на английском а такие элементарные функции можно на любом языке сейчас у нас дорога хорошая пошла гпс у нас считает примерно вот со скоростью 82 км в час то есть тут точную информацию дает можно увеличить картинку можно уменьшить это для меня самый такой нормальный вариант вот сейчас как он будет со мной разговаривать можно будет увидеть на первой круговой за сколько он предупредит как он скажет раньше у меня например были том том довольно-таки долго пользовался скажем около года да около года потом 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 да потом я опять пользовался гармином потом я пользовался иго а вообще было так что я взял себе вот этот гармин мне посоветовали я все-таки взял его мне уже было все равно безвыходное положение что-то у меня там или сломался или что-то такое я ехал в норвегию по дороге взял в швеции купил и вот и после этого что-то мне не понравился как-то он по сравнению с том томом как-то том том казалось что лучше показывает я все-таки купил планшет на планшет установили мне иго и я поехал с иго ну с собой конечно было два и вот я когда ехал иго мне что-то не очень то уж и понравился вроде бы классно показывает ну скажем так картинка вроде там что-то нормально как-то нормально даже уже не помню даже что про него можно и рассказать то я им пользовался всего две недели а я хотел гармин продать что иго себе возьму и гармин продать а мне еще говорили типа не спеши сначала посмотри попробуй и так далее и действительно через две недели я попользовался иго и плюнул на него но у меня такая проблема правда была что у меня планшет версия там что-ли 4 и 4 андроида стоит а иго на 4 и 2 надо было ставить хорошо чтоб работал в итоге у меня он подписал на 4 и 4 андроиде и в итоге едешь едешь и вдруг самый ответственный момент он идет на перезагрузку это было конечно хреново очень ну и вот в итоге я забросил это иго 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 и стал пользоваться гармином и через неделю я уже понял что блин лучше гармин такое ощущение что нету ничего да у него есть конечно свои косяки не спорю например на том томе мне очень нравится когда он показывает автобан начинается что он конкретно показывает полоса раздваивается ну скажем когда автобан начинается и две полосы идут здесь же в данный момент мы идем по простой дороге как одна дорога показывает автобан точно так же показывает в итоге не знаешь по автобану едешь или нет знать то конечно в данный момент и не надо но иногда берешь и смотришь просто наперед наперед вот так вот сможешь когда же этот автобан начнется типа вот поэтому скажем прикольно было бы если бы показывал раздвоение дорог а так он не показывает вот этой функции мне не хватает скажем так потому что иногда уже устаешь скажем вот ночью едешь уже думаешь ну когда эти повороты всякие закончатся там знаете снег например тот же самый так хочется на автобан выйти посмотреть ну когда же он будет и а тут не посмотреть этого вообще поэтому едешь вот так вот сейчас дорога кстати хорошая а час назад просто снег валил вообще дворники так заливли что мне приходилось просто останавливаться чистить странно все как-то медленно едут он здесь показывает 80 км в час знаки типа но знаки он немножко плохо показывает скажем бывает 60 он показывает 80 он показывает 80 стоит знак 60 короче бывает но это вообще не мешает все равно когда знаки но у меня стоит так что делает слабенький маленький гудок и то есть все равно на знаки обращаешь внимание поэтому вообще все равно что он там показывает иногда чисто так надо что действительно так замечтался например так раз так посмотреть сколько здесь можно ехать типа вот как бы обычно правильно пока вот так вот так сейчас мы как бы с севера швед с Финляндии в смысле едем в Нандали на базу сейчас пол пятого вот приедем только восемь часов ну что нам до поворота осталось 1,8 километров сейчас послушайте как говорит и когда предупреждает каждый гпс по разному разговаривает я поставил себе скажем женский волос мне нравится так выбор есть на круговом движении потом второй съезд да говорить все просто то есть если он начинает говорить значит говорит за километр то есть не произносит эти лишние цифры вам осталось 500 метров блин как меня это бесит да иногда конечно он говорит ну не так каждый раз как на других гпс поэтому он просто вот спокойно раз предупредила она девушка с гпс вот мы знаем что сейчас будет круговая круговая потом второй съезд ну это говорит просто что второй съезд не перепутать машина клево но по на п в в в к ну вот в в Пересекаем круговую. Сейчас он покажет сразу, сколько до следующей точки. 92 километра. Вау! 92 километра до следующего поворота. Что-то далековато, конечно. Нам бы в городской режим попасть, так, чтобы он конкретнее показывал. Чтобы было бы понятнее. Может, действительно, запись приостановить, да потом включить. Потому что я еще буду тампперы проезжать. Там довольно-таки такой большой городок. Там он будет показывать налево, поверните, поверните на плаво. Так что так вот. Ну а что, нам сейчас только остается ехать вперед. 91 километр. Это целый час прилегать. Кстати говоря, не хватает функции. Вот сейчас камеру, кстати, показывает. Вот, наверху. Что измеряет конкретно 80 километров в час. Сейчас, когда будем камеру проезжать, он посигналит еще. А вот и камера, вот впереди. Вот камера. Вот она. Опа. Проскочили. Странно, в этот раз почему-то не просигналил. Обычно, когда так камеру проезжаешь, он так динь-динь. Ну, это как всегда. Как хочешь показать, так что-то по-другому работает. Ну, ладно, поехали. В принципе, не знаю, может камера по уши подъедет. Тогда плохо будет видно ГПС, наверное. Зато дорогу будет видно кому-то. Показывает название дороги, ну, в смысле, нумерацию. Едем сейчас по девятой дороге. Обозначение. Кому интересно, может на карте посмотреть. Вообще, ГПС, в принципе, этот ГПС специально для дальнобойщего-то разработан. Ну, как разработан, просто сделан. Нравится, например, что экран большой. Семерка. У меня, например, наверху лежит, ну, это машина, навигатора. У него там 5, что ли, диагонал, да. Маленький. А у этого 7 большой. И вот мне нравится, что когда набираешь там адрес, те же координаты, попадаешь на цифры с первого раза, и их не надо проверять. То есть, ты всегда наберешь их правильно. Только кнопку Enter нажимаешь, бах, и поехал дальше. А раньше вот на этих маленьких ГПС-иках, там набираешь, например, координаты, а потом их проверяешь, что действительно правильно ли набрал. Потому что можно просто не на ту клавишу случайно нажать. Пальцы большие, а кнопки маленькие. Так что вот так. Поэтому большой экран, это все классно. Кстати, у кого есть такой ГПС, многие не знают, может тоже. Например, когда здесь хотите что-то посмотреть, да, прежде чем посмотреть, ну, например, вот я дотрагиваю, здесь появляется плюс и минус, да, увеличить нам кто-то захочет. Если сейчас увеличить, то на карте это так и останется, потом увеличенное. То есть, как будто вы просто карту увеличили, чтобы вам лучше видеть было там, или наоборот уменьшили. А чтобы просто посмотреть, скажем так, и потом вернуться обратно в это же положение, для начала нужно вбок подвинуть, ну, или все равно куда. И потом только можно увеличивать или уменьшать и так далее. Давайте я вам сейчас уменьшу, чтобы будет видно, где я вообще еду. Что я там делаю? Ой, прямо солнце засветило, как назло. Вон тамперы. Я не знаю, вам, наверное, не видно. Давайте я опущу камеру. Пускай, что же, ничего не меняется. Ладно, пускай так останется. Вот мое назначение около Турку здесь на Антоле есть. Вот, Финлянд. Mother in Finland. Здесь Швеция. А вот здесь Эстония, где я живу. Санкт-Петербург. Вот сейчас я еду вот отсюда. Опа, вот сейчас так. Вот отсюда я откуда-то еду. Ну вот, показывает, что впереди какой-то КПП. На расстояние 300. Так, опа, ямочка. Так, это вообще не к нам. Ну вот, я нажимаю кнопку назад, и мы возвращаемся в исходное положение. Все как было. Он здесь, например, можно пробки посмотреть. Или что у нас в дороге там вообще. Вообще, если его подсоединить к телефону, он и по поводу показывает и так далее. Но я этим еще не занимался, потому что он для андроида рассчитан. А у меня Nokia, у меня Windows стоит, поэтому он не подключается к Windows. Черт, солнце как назло засветило. Да, вам, наверное, там ничего не видно. Ну что, выходит тогда что, обзор не получается. Стереть или выставить, я потом посмотрю. Если прокатится, можно будет и выставить. А так, да, солнце будет сейчас всю дорогу светить. Поэтому, видимость у камеры будет плохая. Ну вот, нам еще осталось 83 километра. Наш путь уже по времени увеличивается. Было 1951 вроде бы. Сейчас уже 1953. Но я здесь просто медленно ехал. Тут камера, честно говоря, отвлекает. Как ты разговариваешь, потом на скорость смотришь 70. Не понимаешь. Вот, сейчас мы с горки будем спускаться. Кстати, по поводу баллов водителя. Я не знаю, тут он видно или нет. У меня эта система тоже работает. Тут иногда можно много наблюдать. Меняется надпись. На компьютере помогает. Вот сейчас в данный момент у нас спуск. И вот мне компьютер написал, что отпустите педаль. Типа, он дает понимать, что сейчас будет спуск. И нет смысла топливо отрадить. Ну, это я уже... Как это сказать? В другой передаче вам расскажу. Ну, сниму, я в следующий раз вам это покажу. Сегодня я вам чисто про ГПС хочу рассказать. Вот здесь меняется. Сейчас заработал баллы, например. В итоге у меня сейчас 98. Показывает. Баллы в вождении. Вот сейчас опять говорит, отпустите педаль, что спуск будет. Действительно, видите, сейчас спуск идет. Скорость сразу падает у меня. 70 км в час. И сейчас будем скорость нагонять. Причем не нажимая на педаль. Сама разгонится. И потом только в конце, когда уже спустимся, я просто нажму на газ. И будем поддерживать скорость, которую набрали. Вот показывает ограничение скорости 80 через 300 метров. Ну, что, типа, просто знак стоит. То есть, вот обращаешь внимание. Здесь в Финляндии вообще часто знаки меняют. Здесь же летом-то побольше скорость. Скажем, сейчас где он 80 знаки стоит. Здесь 100 обычно летом. Поэтому, в принципе, знаки неправильно показывают. Ну, сейчас знак 100. Зима причем. О, да тампари нам 76 километров. В принципе, ездить до первого поворота 78 километров. Например, если я решил отдохнуть. Ну, вот как я делаю, например, 45 минут мне нужно отдохнуть, да, после езды. Что я делаю? Естественно, я на ГПСе начинаю искать стоянку. Как это делается? В принципе, это делается вот так вот. То есть, я захожу на исходную страницу. Этот диспетчер называется. Отсюда уже все инструкции он раздает. Поиск элементарно ищем. То есть, грузовые ТС выбираем. И здесь есть такая функция зону отдыха, например. Ну, здесь вон расплацание называют. Ну, всякие названия у каждой стоянки своей тоже есть. Я, например, выбираю зону отдыха. Вот он сейчас показывает примерно везде. А здесь же можно еще выбрать. То есть, мой активный маршрут. Пункт назначения. Где я сейчас. В другом городе. То есть, набрать даст еще последний пункт назначения. Что там еще? И сохраненные объекты можно выбрать. Так. Например, выберем мой активный маршрут. Вот, по моему активному маршруту идет через 4,5 километров. Через 9 километров. Через 22 километра стоянки будет. Я бы мог, конечно, сейчас выбрать и показать. Ну, не могу. Не, ну, в принципе, могу. То есть, давайте вот. До вот этой стоянки. Вот, когда эту стоянку выбираешь, здесь можно изначально посмотреть ее. Тоже. Где она находится. Что там. Так, что-то мы разогнались. И то есть, если мы хотим на эту стоянку поехать, нажимаем старт. И нам предложат типа добавить к активному маршруту. Ну, просто добавить. Выбираем. Готово. Ну, здесь показывает, что это я это выбрал. И все. Тут же он перерасчитывает дорогу. Через 3,5 километра поверните налево. Теперь показывает, что на эту стоянку поедем. Ну, мы ее сейчас проедем, конечно. Как я люблю эти трактора. С горки гонишь, не остановиться, офигеть. И не обогнать, главное, там столько машин. Бесят меня эти трактористы. Едет, как король. Козел. Блин, вот. А у меня 29 тонн. Машина просто как легковая останавливается. Четко работает. Офигенно, мне нравится. Ну, так вот. На чем я отвлекся-то? На тракторе. Ну, вот. Мы выбрали эту стоянку. Ну, на стоянку, да. Где она там? Вот. Вот здесь будет стоянка. Можно всегда посмотреть. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как она с нами будет разговаривать. Это у меня сигнализация сработала. Типа на полосу заехал. На улице сейчас минус пять. На улице сейчас минус пять. Ну, что, сейчас посмотрим, что это за стоянка. Вы вернитесь на левое. А, вот стояночка наша. Убрана нормально. Нужно и постоять. И сейчас будет вернитесь типа обратно. Он не успокоится, пока обратно не будет. При возможности развернетесь, затем поверните направо. Да, вниз. При возможности развернетесь, затем поверните направо. При возможности развернетесь, затем поверните направо. Вот видите. При возможности развернетесь, затем поверните направо. При возможности развернетесь. Ищет повороты всякие, где можно развернутся. Время возможности развернетесь. Ну, мысла нет уже. Было понятно. Начинаем новый маршрут. Вот он изначально снова высчитывает. Рассчитал, довольно-таки быстро все. Вот мы едем. Наша дорога направление Хельсинки-Турку показывает. Продолжайте двигаться, мы еще не делаем. Есть мы, двигаемся. Иногда можно и с ГПС поговорить. Так что. Как солнце светит. Да. Наверное, камера плохо показывает вам ГПС. Навигатор. Но ничего. Общее представление. Можно поэтому понять. Сейчас опять пишет знак впереди. 8 литров в час. Ну, это на всех ГПС, в принципе, пишет. Просто здесь мне нравится, например, звук именно. Спокойно, не надоедающий. Так случайно пинг просигналил. Ага. Обратил внимание. Кстати, вот что бы очень хотелось мне, чтобы на ГПС их показывало. Спуски и подъемы. То есть, например, вот сейчас у нас спуск начался, да? И будет сразу же подъем. И вот здесь бы хотя бы разным цветом показывало. Например, возвышенность с зеленым. Там низменность с коричневым. Чтоб можно было вообще определять. Это очень хорошо, скажем, для Норвегии. Потому что там разгон перед горкой очень важен. Особенно зимой-то. А там же поворот за поворотом. За поворотом просто не видно, что там. Поэтому можно было по ГПС определять. А вот что-то они не хотят такого. Или не умеют. Сейчас опять большой спуск. Ну что, что-то мы от графика совсем отстаем. Уже 54 минуты стало. Медленно-медленно я еду. Ну да, я тут что-то рассказываю. Так как-то не особо спешу. Да, спешить некуда. Мне сегодня главное до базы доехать и все. Время заканчивается 21.55 у меня. Поэтому мне надо еще в магазинчик заехать. Батарейку купить. У меня на пульте села на своей личной машине. Надо батарейку купить. Ну что бы вам еще интересного показать на ГПС. Вообще. Меню. Что здесь в меню? Меню как у всех. Все здесь есть профиль грузовика. Выбор большой. Языки, клавиатура. Оповещение, сближение и так далее. Все это есть. Приложение, например. Погода. Это телефон и все работает. Фотография. Карта памяти здесь есть такое. Планировщик, маршрут. Тут можно посмотреть. Например, несохраненная поездка. Это то, что у нас сейчас. Вот. Если что-то надо будет удалить, пока едем. Ну, например, здесь была бы выбрана еще стоянка. Да, вон там. Чтобы удалить. Здесь ее можно раз как-то выбрать. И удалить там и так далее. Он удалить местоположение. Например. Сейчас не активно просто. Потому что у нас одна точка только выбрана. Было бы две, он бы дал. Он может просто изменить положение. Не знаю. Выбор есть. Тут же старт. Можно посмотреть на карте. Подробнее. Книги можно. Ну, ауди, как всегда. Елк-палки. Мировое время. Время, кстати, часы он автоматически меняет. Заезжаешь в другую страну. Оп. Поменяется. Поменялось время. Для КПС, кстати, очень хорошо. Я сам всегда работаю по времени. По тому времени, в какой я стране. Единственное, на машине часы не перевожу. На мобильнике я везде время перевожу. Многие говорят, зачем, зачем. Вот недавно только случай был. Зачем, зачем. Стоим. В Никвар, не в Швеции. А у меня корабль, короче говоря. Мне 50 км до корабля. Я у чувака спрашиваю. Ну что, когда корабль? Он говорит, 8 часов. Я такой, о-о-о. Там было что-то 6 часов. Я думал, о-о, время есть. Туда-сюда. А он по-эстонскому говорил. Времени. В итоге запутались. Потом я случайно смотрю на свое время. Думаю, белки-палки. Как это так? Он говорил, что там 6 часов или когда? Да, 6 часов. Надо 6 часов всего во время. Целый час там. Короче, путаница только начинается. А то все говорят, в какой я стране. Всегда так я отвечаю. Сколько времени там скажем. А в итоге все равно путаются. И только народ что-то будет путать. Если я есть в Швеции, значит по шведскому времени все. Спрашивают, смотрю и так далее. И если я только документы записываю по машинному времени. И все. Поэтому вот и хорошо, когда на ГПСе пишут. То есть, он конкретно пишет. Например, вот как сейчас. В 1954 до корабля мне осталось. Я знаю, что я на корабль еду и попаду. Поэтому времени. Ну, это дело привычки, конечно. Продолжение следует... Ну, вот нам осталось еще 60 километров до прибытия первого поворота. Ну, вот что если нажать сюда? Продолжайте двигаться по маршруту. Можно будет посмотреть, когда этот поворот будет и какой он будет. С таким знаком, например. То есть, будет две полосы. И наша третья будет уходить направо. О, кстати. Я только сейчас увидел до поворота. Вот показывает, сколько осталось. Я как-то видел эту функцию. Ну, что-то не пользуешься. Мне интересно нажимать. Хочется, чтобы сразу показывал. Ну, главное, что она есть. 58 километров. Да, 58 километров. Это на дорогу. Показывает здесь каждый поворот. Можно посмотреть. Сколько поворотов у нас будет и так далее. Можно еще на кнопку до прибытия нажать. Посмотрим, что будет. А, ну, это выбор кнопки. Он, типа, какую. Что кнопка обозначается. До прибытия то же самое. Прибытие то же самое. Выбираешь тут кнопку. Скорость. А вот когда скорость выбираешь, он уже тогда показывает о поездке твоей. Все данные. Вот можно посмотреть. Вот высота, например, показывает. Видите? Сейчас 108 метров. Это мы на гору забираемся. Эта же скорость упала уже 65 километров в час. Ну, вот. Сейчас гора заканчивается. И будем спускаться. О! Пошли на спуск. Спуск, правда, медленный. Видите, как хорошо еще. Ну, это тоже везде, опять же. Восход, солнце, закат. Ну, по закату, вот, можно ориентироваться, как, скажем. Во сколько начинает темнеть. То есть, я знаю, сколько мне еще ехать по светлу. То есть, например, можно поехать, скажем, 90 километров в час, да. И тогда вы больше времени, в светлое время суток, как бы, будете ехать. И когда стемнеет, вам меньше надо будет ехать. Ну, иногда такое бывает. Просто не выспишься там или что-нибудь. Ну, нет настроения ехать по темноте. И тогда днем шпаришь полный газ просто. Вот так. Вот это я, конечно, еще... Я вообще этими функциями не пользуюсь. Вот эта поездка... Что за цифры показывает? Километраж какой-то. Даже 760 тысяч. 760 тысяч. Это я, что ли, с этим ГБСом проехал 760 тысяч? Или что это? Ну, короче, я в подробности не вдавался. Вот почему-то максимальная скорость у меня здесь 333. Вот это я точно заметил. Как бы постоянная. Так показывает. Почему? Что это? Я не знаю. Если кто знает, в комментариях напишите. Потому что иногда так интересно, какая максимальная скорость была посмотреть. За весь рейс. За целый день, скажем так. Время остановок. Время движения. Ля-ля-ля-ля. Вообще скорость. 50 километров в час. Да, здесь, походу, счетчик не сброшенный. Надо сбрасывать счетчик, что ли? Вот в меню посмотрите. Сбросить данные. Точно. Сбрасываем данные. Выбрать все. Не будем подключиться. Сброс. Сбросили. Вот. И сейчас он начнет считать. Во. Наконец-то он начинает нормальные данные показывать. Данные. А я никогда не сбрасывал. Сколько есть уже? Вот. Года два. Да как-то неинтересно мне это. Это. Это функции для фанатов. В принципе, в работе они не нужны. Потому что со временем уже сам на глаз это все определяешь. Будем знать. До поворота нам осталось 39 минут. Так. Что-то я не понял. До поворота 52 километра. А, я думал тоже это минуты. А это километры. Ясно. Ну что, выходим. Здесь я быстрое меню у нас. То есть можно посмотреть трафик. Дорогие маршруты. Что у нас здесь. Честно скажу, никогда этим не пользуюсь. Вот так. Заторы. Это где ремонт дорог. Типа. Например, нажимаем. Он показывает где. То есть сейчас он показывает, что здесь пробка. Этот GPS снимает данные с датчиков, которые на дороге стоят. И то есть в данный момент он снимает данные и сразу же показывает, что здесь пробка. Вот такие полосы это обозначает пробка. И действительно, туда подъедешь, там будет пробка. Когда вот так вот показывают. То есть данные тоже правильно снимает все. Прикольно. Это от телефона должно работать. Плотность движения. Вот. Можно посмотреть весь маршрут по плотности движения. Например, вот возьмем, где ремонтируют. Сейчас увеличим. Да. И здесь уже показывает. Вон. Видите? С правой стороны пунктир показывает. Вот так. Сейчас получше. Увеличим. Вот. То есть он показывает это пробочка. На нашей дороге вот нет пробки, а рядом то, что идет. Есть пробка. Вот так показывает. Вот так показывает. Так. Что у нас здесь еще? Условно обозначение трафика вот это и есть. То есть он показывает. Ну, можете прочитать и тогда будете знать, что он это показывает и так далее. Так. Кстати, ребята, вот пока я тут с вами разговариваю. У меня вождение 100% стало. Так что. 29 тонн мы везем нормально. Довольно-таки хорошо экономим топливо. Не знаю, видно или нет. Камеру не подвинуть. Как-то так. Вообще это вон там. Вот здесь. Вот опять типа на полосу наехали. Камера у меня на штативе стоит. Так что. В руках держать не надо. Если я не забуду. Я вам покажу дополнение к моему КПСу. Дополнение к моему КПСу очень просто. Это простой планшет, куда подсоединяется интернет через телефон. По Wi-Fi. То есть тут же нажимаешь на телефоне там. Ну вот заработал минус год. Нажимаешь на телефоне. Вон общий интернет. А я вообще-то не вижу. Видно вам или нет. Ну и вот. Планшет подсоединится. И он. Открывая. Ну в планшете открываешь простые гоглевские карты. Ну он с интернета скачивает там вид сверху. Ну то есть самолеты там со спутника. Как их называют. Такие съемки. В итоге. Когда здесь что-то не понимаешь. На точку ту же самую приезжаешь. Ну бывает координаты неверные дают. Да. Особенно вот в Норвегии вообще под координатами нереальные ездят. Постоянно неправильно почти. Поэтому там только по адресам скажем ездят. И вот так вот открываешь. Гогли мап. Просто сверху смотришь. Например в малых городах. Там же например может быть всего только один завод. Иногда бывают такие названия, что да. Тоже адреса не дают. Дают только город. В итоге открываешь карту. И сразу видно где этот заводик стоит. И видно куда подъехать. Даже видно какой рампе подъехать. Там где больше следов. От грузовых машин. Так что очень прикольно. Ну что у нас. Настолько яркое солнце. Что вообще камера не показывает походу. Как там на улице. Прямо труба. С нее дым валит. А камера не может ее запечатлеть. Ну да и вот она. Как-то говорится. Не хочет, но и не надо. А если свет включить в машине внутри вот так. Тоже ничего не видно. Кстати, по поводу ГПС. Почему-то вот здесь видно, что показывает значок Shell. Да, здесь бензоколонка Shell. Здесь другая какая-то бензоколонка. Ой, Нестой что-то я путаю. Да, что-то я вообще путаю. И вот. А мы заправляемся только на Shell. Вскоре бензоколонках. И вот мне не хватает вот этой картинки, чтобы Shell конкретно показывал. О, нас как стоячек в обгонии. Груженые мы. В горку нам трудно подняться. Удачи. Что здесь вообще? Я не могу сказать, что это направление. Совет я. Удачи. Вот. Опять минусик заработает. Проглядел. На козырьке трещит. Смотрел, смотрел. Да, кстати, забыл что-то я вам сказать. Еще один минус для этого Garmin. По сравнению с дом и игр. Этот GPS почему-то поворот, скажем, если поворот 90 градусов скоростной. Ну то есть не перекресток, а именно поворот по пути. Он не показывает, что он 90 градусов. Он показывает, что примерно градусов 60 всего. Что за система на Garmin? Я не знаю почему так. В принципе, днем едешь, это все равно. Но я привык ночью наперед смотреть дорогу. То есть я смотрю на GPS. И я вижу, что там поворот. И то есть я выбираю скорость. Например, там полный газ, и на полном летаешь там и так далее. А вот у Garmin с этим проблемы. Он не показывает нормально повороты, именно острые. Остальные это все нормально показывают. Но с другой стороны, я уже настолько привык, что эта функция меня уже не бесит и не нужна как-то. Уже определяешь нормально все. Так что для начала вот кому-то будет очень сложно. Вообще, честно скажу, GPS менять не собираешь на другой. Для Скандинавии этого вполне достаточно. В Скандинавии очень много дорог строится. Сейчас особенно в Норвегии. Просто там штампуют их. Вот этот Garmin, он обновляется. Можно каждый месяц его обновлять. Обновление выходит довольно-таки часто очень. Тоже где-то примерно раз в месяц или раз в два месяца. Не помню там. Ну, не знаю, честно говоря. Но домой я приезжаю, начинаю обновлять уже новые карты и так далее. Обновление занимает примерно 20-30 минут где-то. Довольно-таки долго программируется и так далее. Но все равно. Потом, когда приходишь на работу, сразу видно, что обновились карты. Дороги новые показывают. Вот, например, вот сейчас, на данный момент, сейчас 2016 год, да, февраль. Вот так, кто в Норвегии ездит, он знает, что ГПС у него, ну, другой я имею в виду. ГПС не показывает норвежские эти автобаны новые. Этот Garmin абсолютно уже все показывает. Единственное, что он мне не показал, это было примерно 4 месяца назад, что-то где-то так вот. Это около Алисунда, там построили новый мост. То есть раньше мы его всегда объезжали, направо поворачивали. Ну, это на шестую, когда дорогу выходим. Или по шестую, да, на шестую. И вот, мы направо поворачивали, объезжали. И снова выходили на дорогу. А сейчас мост построили. То есть по мосту проезжаем каньон. Вот так. Это единственное, что он мне показал. И то я уверен, что я сейчас приеду домой, обновлю карты, и все он будет показывать. Том-том, чтобы обновить. Нужно заплатить там сколько-то, 140 евро, что ли? Или долларов там, неважно. То, что платно, то и неинтересно, неохота обновлять. Многие у нас такие ездят. Иго, то же самое. Наверное, кто умеет только обновлять, может обновить. Потому что, его же вроде не просто так установить на планшет, скажем так. Иго, это вообще просто программа для андроидов. Устанавливается на абсолютно любой андроидовскую, ну, на любой андроидовскую систему. Так, что-то мы там с правой стороны затребезжала. И прикольно. ГПС у нас работает. Осталось 34 километра. Уже показывает 19.55 прибытие. Тащимся, тащимся. Честно говоря, удивлен, почему он так показывает обычно нормально. Скорее всего, действительно из-за камеры. Скорость абсолютно другая. Камера отвлекает, когда так снимаешь. Вот видите, в данный момент обгоняет опасная ситуация. Смотришь на другое. Как бы не врезаться и так далее. Вот чувак какой. Как говорят, туда всегда успеешь. Не спешите, мужики. Там мы всегда побываем. Поэтому, как в поговорке, тише едешь, дальше будешь. Так, сейчас. Посмотрим. Опять полоса сработала. Ну, это я вам потом расскажу, как что работает. Так, у меня компьютер там с мышкой трещит. Что-то мне не нравится, как бы подвинуть там. Бутылкой что ли кинуть. Ну, да ладно. Я думаю, можно будет показать вам. Мы доедем до поворота. Проедем там городок. Тогда я где-нибудь остановлюсь. И покажу уже вам свое классное дополнение к этому КПСу. И тогда, я думаю, на этом можно будет закончить. Мой маленький обзорчик про КПС мой. Почему? Потому что опять народ спрашивает. Ответить-то не трудно. Просто всегда одни и те же вопросы. Честно говоря, не хочется отвечать одно и то же постоянно. Поэтому, опять, решил снять просто для вас видео. Поэтому, кому интересно, просто может посмотреть видео и сразу все станет ясно. Гармин 760, дезель, лдм. Кстати, многие говорят, что он дорогой у них там самый. В каких-то странах и так далее. В Швеции я покупал за 325 евро. Чтоб узнали. Экран. Здесь не стекло. Здесь, как в старых мобильниках, еще пленка простая. Типа, как будто может поцарапаться. Но уже сколько, 2 года, ни одной царапины нет. Но я, правда, ногтями, ни палкой, ничем тоже не шевелю. Поэтому выглядит абсолютно нормально. То есть, его можно на продажу поставить, скажем, протереть. Он чуть ли не как новый. Никаких царапин нет. То есть, свои свойства выдерживает. У многих я просто видел царапины. Конечно, там если палкой ковыряться. Кстати, у одного мужика видел, да? Он как раз у меня спрашивал по работе там. Говорит, как у меня вот этот сенсорный экран работает. Что хорошо или нет. Вот у меня он хорошо работает. А у него плохо. Но когда я взял и своими пальцами попробовал, он тоже стал нормально работать более-менее. Но, правда, похуже. И оказывается, что у всех чувствительность разная на пальце какая-то. К этим мониторам. И получается, если просто намочить палец, у него контакт будет намного лучше. И будет намного лучше работать. Но ему я посоветовал просто ногтем. Вот так ногтем дотрагиваешься. Тоже очень хорошо работает. То есть, если пальцем вот так вот, тогда, как сказать, похуже у него. А ногтем уже нормально работает. Вот так. То есть, тоже чувствительность у всех разная. Пальцев. Когда темнеет на улице, тогда и ГПС тоже темнее становится. Это очень хорошо. Когда не отвлекает, едешь. Слабо-слабо светится. И тоже регулировка любая. Тут же, наверное, набираете голосовое управление и регулируете там. Что никаких проблем с этим. Ну вот, сказал, выход. Вот, например, давайте я вам покажу. Сейчас я просто курю. Окно открыто. Плохо, наверное, слышно. Сейчас я покурю. И покажу вам про голосовое управление. Что там вообще такое есть. Чем можно пользоваться. Например. Если вы английский знаете. Ну, даже если не знаете. У вас все равно адресает все это на английском стоит. Можно было бы, в принципе, на английский поставить. Но тогда он тоже будет с вами по-английски разговаривать. Или кому как нравится все. Кстати, вот, кто не знает английского языка, да. Можно сюда закачать уроки какие-то. И пока едешь, спокойно слушать. Он аудио проигрывает. И тут же ГПС все работает, показывает. Все нормально. Никаких проблем абсолютно нет. Едете, учите английский язык. И тут же ГПС работает. Все нормально. Ну что, нам еще осталось 24 километра. Те, кто еще сидит у экрана, вы, конечно, молодцы. Значит, вам интересно. На самом деле, ГПС это такая штука без него. Френ, куда уедешь, как говорится. Это когда здесь уже работаешь годами по пять лет, да. Тогда уже многие все знают. Ну, я, например, два года где-то здесь, да. Поэтому я еще по ГПС у чисто катаюсь. И вообще по ГПС у нормального, потому что бывает, замечтаешься, играет громко музыка или что-то. Так вот, экран посмотрел, тем же голосом она тебе скажет, что скоро поворот и так далее. Так, что-то мне не нравится, что там все скрепит. Надо как-то поправить. У меня здесь нет, так, палочка была. Сейчас. Палочку, конечно, не найти. Так. Ну, что, скорость у нас падает. 65 уже почти. Потому что спуск. Сзади кто тащится, наверное, недовольные. А нам-то все пофиг. Мы экономим топливо. Хе-хе. Просто на спуск катимся. Экономия топлива у нас примерно такая, что... Вот сейчас у меня компьютер работает 15 тысяч километров. Я проехал 487 километров. И расход показывает 33 литра 66 сот. То есть средний расход 33 литра получается. Это причем на зимней резине. И в Норвегии, и в Швеции. И в Норвегии, и в Швеции. И в Норвегии. И в Швеции. Грузы мы примерно возим 28 тонн. Средние. Бывает 32 даже. Поэтому расход я считаю, что нормальный. Потому что на других машинах у нас 40 литров расход. Это на евро пять. А это уже евро шесть. Тачка. 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 у меня с правой стороны там три бежит как-то неприкольно до туда мне не достать не поправить мышка дома трется как-то от компьютера стояночка через 500 метров давайте-ка остановимся я поправлю и поедем дальше пролетаем получается нам остановиться вот она стояночка слишком резкий поворот да и стоянка хреновая для легковых машин поэтому давайте мы ее пролетим и остановимся на следующем ну что впереди у нас уже закат камеры этого не принимает конечно жалко а так там уже розовые облака ну что нам остается 17 километров я думаю нам можно просто на автобусной остановке остановиться поправить и поедем мы дальше точно поэтому что мы делаем просто отпускаем газ и летим до следующей остановки тут вообще пензоколоночка ну что здесь уже будет занято место машины стоят ну что здесь уже будет занято место машины стоят ну что там уже запрещено а так вот и вот вот Нужно наклонить его, чтобы дорогу было видно, не помогает. Надо было в камере другой ракурс взять. Ничего страшного, мы не дорогу снимаем, на навигатор все-таки. Продолжение следует... Так, что-то я забываю, все останавливается. А тут уже походу, ау, панк пойдет скоро. Так, что-то заносит, заносит меня. Сейчас будем подъезжать к Тамперу. Тут автобаны есть. Немного, но есть. Тамперу. 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 А неф telet historical оборудовании. Он вcisедине арные фоциалов похож. режим кстати здесь есть разных много режимов отображения там цвета разные чтобы отображались как-то так дороги и так далее у меня сейчас вроде выбран польский вариант какой-то ну что на улице начинает резко темнеть по ходу большие тучи мощные скажем так дорога вообще киртык здесь я сложна в управлении просто такая колея большая и вообще здесь накладки как бы для колес асфальтированные чисто для колеи то есть для левой и для правой так на лужу машина какая-то не управляема на таких накладках ну вот выходим на автобан кстати а что я мучаюсь мне же можно мне уже можно камеру поднять что-то я не догадался как это я так не догадался вот так можно сделать вот как надо было изначально снимать ай-яй-яй-яй-яй как же я так лопухнулся та-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да так вам на дорогу хоть видно. Ну что, сейчас посмотрим, как ГПС будет управляться Здесь вроде у нас Не один поворот будет Довольно-таки много Поэтому сейчас можно будет просто реально посмотреть в деле, как он работает Хотя, конечно, можно снять еще одно видео, где действительно очень сложно Скажем, ГПС бывает только и говорит Поверните налево, поверните направо Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Таких городов очень много Может быть вам Там его в действии показать Если кто хочет Спросите, скажите Не знаю Я тогда еще раз сниму Интересно, как мы смотрим, что же он нам надеет Обслуживание на съездах Например, кнопка Вот показывает, что у нас на съездах будет На СТСШЛ Он стрелками указывает, в каком они сейчас В данный момент, в каком они направлении То есть, идти на право Это прямо Это бензоколонки Где можно поесть Где можно поспать Где можно просто потусить Где можно поесть Вот так Так, а что-то там интересная функция была Вот это Вот это я что-то не видел Ага Показывает, что он где будет Я знаю Ну что, нам до поворота осталось 4,3 километра Вообще, в данный момент Я еду 86 ДПС показывает 82 То есть, 4 4 километра в час Разница у нас всего Вот мы в горку, в горку идем Прямо видно, как скорость падает Падает 29 тонн Это вам не хухры-мухры Это тяжелая машина получается Вот здесь затемненный участок Показывает На дороге Это туннель Обозначается Да, вот впереди туннель То есть, можно определить Какой туннель длины Кстати, в туннеле КПС показывает тоже Скорость вашу Потому что он рассчитывает так Что, когда вы в туннель заезжаете Например, при скорости 80 километров в час Вот он всю дорогу рассчитывает Часто данное километра Съезд направо Затем держитесь влевее Ясно То есть, вы 80 километров в час Вы летаете в туннель И вот он весь маршрут рассчитывает При 80 километров в час То есть, если где-то вы затормозите Скажем, сбросите до 50 Но все равно будет считать При скорости 80 километров в час То есть, вы затормозили А он вам уже потом в конце покажет Что вы уже выехали с туннеля А вы еще в туннеле Ну, это ерунда Привыкаешь Да не то, что привыкаешь В принципе В туннелях и так все понятно Здесь пишет номер дороги Когда в туннель проезжаешь Просто следишь по знакам И все Но никаких проблем Нам сейчас поворачивать направо Съезд направо Затем держитесь левее Ну вот Нам нужно на съезд съехать И держаться потом левее Он стрелочками показывает Вот мы съезжаем Дорога снова раздваивается Вон мост какой там большой Вот мы уходим на левую сторону По узкому мосту Мы уходим Смотрите, сколько развилок Здесь просто обалдеть Здесь запросто можно запутаться без ГПС Вот куда Какая дорога Можете определить Вообще ужас Вообще просто жесть Это прям как в Америке Можно сказать Ну вот стоит знак Уступи дорогу 800 метров Здесь как на зло Все ползут Нам надо встраиваться В другой ряд В принципе Можно обогнать Фуру Нет, мы уже не обгоним Будем встраиваться в ряд Нас пропустили Нам поморгали Здесь скажу так Всегда все уступают Поэтому нормально Ну что Оказывается у нас здесь не будет никаких поворотов До следующего нам поворота Попеликать 29 километров Видите? 29 километров Да, кстати, надо Включить фары Ну что Нам надо теперь остановиться Дальше я думаю Бессмысленно продолжать видео Потому что И так наглядно было видно Как, в чего Теперь нам как бы Это съезд нужен Где бы я вам мог показать Свой лаптоп-планшет Помощник Для навигатора Если хотите Картинку можно уменьшить То есть вот так вдаль видеть Хоть на черт знает сколько километров Вот так будете ехать Можно по мощному увеличить Вот тут в данный момент Он показывает, что у нас две полосы Ну здесь вообще большой автобан Скажем так Расширение дороги В смысле Поэтому и показывает Здесь между дорогами Зеленая зона Ну что нам надо чуть-чуть уменьшить Ну вот так Двольники нормально Сейчас Некрутой поворот направо Завихрение Скажем так Вообще я смотрю Камера показывает Что на улице еще светло Но уже стемнело Камера значит Очень хорошо адаптируется Скажем так Условием неосвещенности Ограничение 80 Значит Значит Автобан заканчивается Все просто Так что на самом деле Что я могу в завершении сказать Крутого в гпс Ничего такого нету Сейчас как бы все гпс Примерно одинаковые Единственное Я знаю Скажем так Что Иго Это тот гпс Который копирует Со всех У всех там Том-Том Гармина Ну и себя там Потом все эти карты Выкладывают Как-то так У Гармина Свои карты У Том-Тома Свои карты Том-Том Скажем Лучше стоянки Находит Здесь стоянки Какие-то простые Находит Скажем Если Зону отдыха Выбирать Ну так он Находит Зону отдыха Нужно Переходить В режим Скажем Вот это Обслуживание На съездах Да Здесь Можно было бы Хорошо Много чего Найти Но это Опять же Работает Только на Автобанах Автобаны На автобанах Я могу И без этого Найти Себе стоянку Вот на простых Дорогах На узких Скажем так Сложновато Как сказать Хорошую стоянку Выбрать Ну не то что Сложновато Просто Когда выбираешь Например Он показывает Осталось там 26 километров До стоянки А на самом деле Ты едешь И за это время Еще 2-3 штуки Попадается Они просто Маленькие Нерассчитанные Там Скажем Нет туалета Там Что нибудь Такого Поэтому Поэтому Он просто Не показывает Их В поиске На карте Он конечно Показывает А в поиске Нет Автобан Все таки Продолжается Я думал Закончится Так что Мы ребята Еще едем Дальше Смотрите Смотрите С левой стороны У нас Целая Сеть Магазина Вот здесь Сейчас Это просто Здоровые Сети Выбирайте Любой Магазин Вот Любой Магазин Можно Пойти Обалдеть Здесь Есть Все В таких Местах 45 Интересно Делать 45 Часов Стоять Можно Сходить Погулять Хорошо Время Короче Провести Скажем Так Купить Себе Что нибудь Для Дома Потому Что Обычно В таких Ж Больших Городках Скидки Бывают Хорошие Здесь Если Скидка То Скидка Действительно По Настоящему Здесь Много Чего Один Раз Да 350 Евро Скидка Была У меня Сэкономил Телефон Когда Покупал Вот Так Телефон У Настоящему Хороши Телефон Много Телефон Ты Пр stone Телефон Телефон Много 啊 Телефон Покупал Много Прин 해� О Пр tys Пример Ну что, мне все не остановиться И не показать вам дополнения А вы знаете, а зачем останавливаться? Да, можно и по пути, в принципе, показать Что-то я тоже Лоханулся Вот смотрите, я сейчас Вот, выбираю Вот этот планшет Так, видно вам или нет? Вот, карты Сейчас интернет подсоединю Сейчас интернет подсоединится Так, интернет подсоединился Вон наша дочка появилась Но еще ГПС сейчас ищет Ага, вот, нашел И вот мы едем по ГПС Не знаю, почему первыми ногами как-то показывает Вот Вот мы едем по ГПС Только вид сверху у нас Видите? Довольно-таки Так, получше Довольно-таки прикольно Но это как помощь Использовать его так нет смысла Здесь все очень вообще легко работает От пальцев никаких проблем Сейчас белый, потому что он должен загрузиться Ну, загружает карты Через интернет А вообще, если надо Например, раз Что мы там Выбираем какую-то точку Находим Вон здесь Ой, сейчас Например, завод там Какой-нибудь выбираем Там, например Там, я не знаю Мантали Сейчас напишу Так, где это? Мантали Поиск Что там тут? Сейчас долго ее искал Все равно Вот, короче, нам Место прибытия сюда И вот вообще Можно так посмотреть Вот так Сейчас Как-то убрать Вообще Просто посмотреть Когда приезжаете, скажем На любой завод Да, вон Все равно Пускай сюда Увеличиваем Ищем Что нам надо О, здесь довольно-таки Качество хорошее Даже обалденное Но это не везде В маленьких городах Такого качества Конечно, нету Ну и в итоге Там, где у меня разгрузка Я просматриваю То есть здесь все хорошо Видно, например Следы Если вот так вот смотреть Видите? Всякое И когда надо куда-то подъехать Например, сразу видно Заезд Где? Там Здесь Можно посмотреть Ворота какие В смысле Где есть ворота Где диспетчер сидит Или еще чего-нибудь Там Короче Очень хороший помощник Вот так Ничего сложного Ну что Я думаю На сегодня Наверное Хватит Я вам показал Элементарное Как простой ГПС Работает Мы сейчас Конечно Идем по легким Дорогам Но все равно Общее впечатление Теперь вы знаете Что такое Гармин 760 Ну что До следующих Видео Увидимся В следующий раз Пока Ну что Здесь явно Только осталось Снять кино Сейчас достать Револьверы И поскакать На коне Американский Боевик Можете Снять Так что Стрелялки Классный городок Баррикада Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова